Более 212 тысяч детей Омской области будут оздоровлены этим летом. Об этом на пресс-конференции, посвященной старту летней оздоровительной кампании, сообщил заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Варакин. На организацию и обеспечение отдыха несовершеннолетних в этом году из областного бюджета было выделено более 472 миллионов рублей. В этом году мы планируем направить 542 миллиона рублей. Это из всех источников. Если говорить об областном бюджете, то в этом году предусмотрено 472 миллиона рублей. Это на 6% выше, чем уровень прошлого года. Из федерального бюджета выделено точно так же, как и в прошлом году, 39 миллионов рублей. Это средства направляются на организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И порядка 30 миллионов рублей на сегодняшний день запланировано муниципальными образованиями, как для содержания своих баз оздоровительных, так и на оплату путевок, на проведение мероприятий, профильных смен, которые муниципалитеты проводят самостоятельно. Заместитель министра отметил, что уже сейчас 45 стационарных оздоровительных лагерей Омской области готовы принять первых посетителей. Корпуса отремонтированы, деревья обработаны от клеща, набран штат опытных вожатых, проведены необходимые проверки. Напомню вам, что два года назад федеральный центр передал полномочия по организации оздоровления и отдыха на регионы. И после передачи полномочий интерес у федеральных органов к этому процессу удвоился, утроился. Приведу простые примеры. Лагерь стационарный работает 21 день, за 21 день количество проверок детского оздоровительного лагеря абсолютно всеми учреждениями надзорными, контрольными, каких только нет, 28 штук. Стоимость социальной путевки в загородный лагерь составит 9700 рублей за 21 день. В лагере с дневным пребыванием плата за питание в сутки не превысит 96 рублей. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, как и раньше, предусмотрена стопроцентная оплата путевок из областного бюджета. В конце пресс-конференции Александр Воракин сообщил телефон горячей линии оформления путевок 24 47 55.